Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, все, кто нас смотрит и не смотрит, слушает и не слушает, но будет смотреть и слушать. С вами Владимир Сенчуков. Я вещаю из Ванкувера, Канада, Британская Колумбия. Вот у меня сейчас был разговор, очень интересный разговор, которым, итогами которого я хотел бы поделиться с вами. Я разговаривал с украинцами, которые живут здесь, в Канаде, достаточно давно, почти 30 лет. Но, тем не менее, у них есть родственники в Украине и в России. И я позвонил, это был не первый звонок, конечно, я с ними разговаривал до этого. Моего ресипиента зовут Валерий, и у него там жена была, Лена, на бэкграунде. И когда мы с Валерием разговаривали, мы обменивались мнениями и сказал, что я бы хотел сделать интервью на своем канале, сделать какой-то разговор, диспут или просто обменивать мнениями. И мы с ним до этого договаривались. И когда я ему позвонил, он сказал, что он не видит каких-то, он не видит, как он может со мной поговорить об этом, потому что у нас слишком разные мнения насчет того, что происходит в Украине, то, что происходит между Россией и Украиной. И, ну, естественно, я начал спрашивать, почему, и насчет этого разговор развился. А у него, значит, видимо, стоял телефон на спикере и жена. Время от времени Лена подсоединялась, и у нас получился такой интересный дискурс, когда Валерий, в общем-то, со мной по каким-то темам соглашался, по каким-то темам мы дискутировали. А вот его жена, она категорически сказала, ты русский, ну, я так немножко утрирую, ты русская морда, нахер ты к нам лезешь, пошел в жопу и не лезь к нам. И вот на этом строилось все ее участие в течение нашего разговора. Ну, я как-то пытался сгладить это. Периодически там задал какие-то вопросы ей, она толком на мои конкретные вопросы ответить не могла. Все сводилось к тому, что ты сам дурак, русский дурак. Ну, ладно, бог с ним. Тем не менее, у меня создалось такое впечатление, что вот здесь вот товарищи, которые живут в Канаде достаточно долго, с украинскими корнями, они переживают очень сильно за то, что происходит сейчас в Украине. Есть у них там родственники, нет у них там родственников, но вот в частности вот эта семья, она настроена достаточно агрессивно против русского населения. И несмотря на то, что я не раз заявлял, что я против Путина, я русский, да, вот, но это не значит, что я против Украины, я наоборот за то, что я, за то, чтобы Путина свергнуть, и чтобы Украина была свободной, чтобы война кончилась. Тем не менее, вот от этой Лены я слышал одно, пошел ты в жопу. Ну, или как там, русский, украинский, русский, вернее, русский военный корабль. Был такой момент, когда она спросила, вот ты мне ответь, чей Крым? Меня вот это немножко как бы взбудоражило. Я говорю, а при чем здесь, чей здесь Крым? Это что, надо обсуждать, что ли? Это обсуждается между ватниками. И я ее конкретно назвал ватницей. Ну, и вот мы разговариваем о том, о сём, и мы начинаем спорить. И я чувствую, что обстановка накаляется, потому что жена этого Валеры, Лена, она прямо кипит и пытается меня оскорбить и обзывать. И я пытаюсь, ну, как-то сказать, что, ну, нет, я не про-русский, я скорее про-украинский. Она кричит, да, а чего ты сюда припёрся? Отстань от нас. И, ну, вот в таком плане мы ведём эту беседу, ну, наверное, в течение часа. Мы беседовали и обсуждали несколько тем. Такие темы, как, допустим, почему Россия напала на Украину. Эта тема вообще не прошла, потому что там сразу был всплеск эмоций. И я даже не смог с ними поговорить о том, что они думают. Потому что там сразу русские козлы русские, сволочи русские, агрессоры и пятая, и десятая. Ну, хорошо, ладно. Я попытался затронуть тему, а почему, допустим, в Украине идёт труба газовая. Вот я этой лени задал вопрос. А почему вот газовая труба идёт, которая снабжает Путина кучей миллиардов долларов. И никто её не взрывает. Единственный ответ был, ну, а у Украине же тоже плохо будет, если мы её взорвём. Если её взорвут. Она не сказала, а мы её взорвём. Если её взорвут, Украине же тоже плохо будет. Украина же тоже получает от этого деньги. Вот что у людей в башке. Люди не понимают, что у них в башке. Вот у них, у этих людей голова забита той же пропагандой. И они не могут сформулировать свои мысли по одной простой причине. Потому что они не видят дальше своего носа. Нельзя взорвать трубу, которая несёт миллиард долларов России. Потому что Украина тоже потеряет какие-то деньги из-за этого. Ну, чулили в башке. И тем не менее, они меня обвиняют в том, что я какой-то российский там расист. Ну, ладно. Хрен с ними. Я понимаю, что у товарища женщины мозг не совсем адекватный. И поэтому, ну, спокойно отношусь к этому делу. Ладно. Задаю следующий вопрос. Я не переживаю за Россию. Я переживаю за Канаду. Я канадский гражданин. И мне очень не нравится, что происходит в Канаде. Я хочу подвести вопрос к народовластью. Ну, люди не знают, что такое народовластье. Я когда спросил, читали ли вы Михаила Веллера. Мне спросили, а кто это такой? Ну, понимаете, да? Уровень, скажем так, развития этих товарищей. Ну, к сожалению, вот приходится иметь дело с такими. И мне пришлось объяснять, кто такой Михаил Веллер. Михаил Йосифович Веллер. Порекомендовать его титанический последний труд «Остров для белых». И когда я сказал, что мне не нравится то, что происходит в Канаде, мне тот же самый Валерий сказал, ну, а как? Мы же выбрали вот этого трудо. Мы же должны следовать закону, который это трудо предоставляет. И я сказал, подождите, а я этого труду не выбирал. Я не хочу следовать закону этого трудо. Ну, и вот так. В такой перепалке мы провели, наверное, больше часа, когда задавали друг другу вопросы. Ну, вернее, я больше задавал вопросов и слушал ответы. Ответы не всегда были лицеприятными. И я даже сделал вывод после нескольких вопросов, что, ну, товарищ Лена, она, ну, не совсем правильно отвечала на эти вопросы. Она была в режиме «сам дурак». И я так сделал вывод, что, в общем-то, ну, наверное, основываясь вот на таких вот Ленах, очень многие русские, они делают свои выводы, что не русские, скажем так, украинские, они, ну, не совсем интеллигентные, там, не совсем адекватные, и что с ними можно поступать так, как с ними поступают. Не знаю, это абсолютно неправильный вывод, но у меня сложилось такое впечатление. Мне очень жаль, что товарищ Лена так вот отвечала на мои вопросы. Я пытался всё это сгладить, я пытался как-то говорить с ней мягко и не увеличивая напряжение разговора. Ну, она всегда срывалась на крик. Ну, ладно, бог с ней. В конце концов, её муж Валерий, мы с ним задели несколько вопросов. В частности, такой вопрос, почему, например, такой важный участок дохода Путина, как газовая труба в Европу остаётся нетронутым? И он сказал, не знаю, хороший вопрос. Я его попросил, допустим, интервью вживую, ну, может быть, не вживую, но в запись, сделать вот этот разговор на видео. Он отказался. Он сказал, нет, я не хочу. Побоялся или не побоялся, я не знаю. Но, тем не менее, он сказал, нет, я не буду. Его можно понять, с одной стороны, потому что он говорит, я не знаю, кто ты такой. Может быть, ты провокатор. Кстати, та же самая Лена называла меня провокатором несколько раз. Не знаю, с чего она взяла это. Ну, хорошо, пускай, ладно. Я сказал, что, а кто есть, кого бы, допустим, ты мог порекомендовать, чтобы мы сделали интервью? Он говорит, тоже никого не могу порекомендовать. Тоже опасаюсь. Тоже понятно. Хорошо. И вот у меня такая картинка складывается. Вот здесь вот в Ванкувере, мы, допустим, если мы не знаем друг друга хорошо, все друг друга опасаются. Вот такая вот ситуация создается, что мы боимся. Русские боятся русских, украинские боятся русских и русские боятся украинцев. А фиг его знает, что тут происходит. Кто провокатор? Кто на самом деле за, кто на самом деле против? Мы этого не знаем. И мы боимся. Мы друг дружку боимся. Вот что Путин наделал. И это, конечно, нужно прекращать. Это нужно прекращать. И я за то, чтобы это все прекратилось как можно быстрее, чтобы война кончилась. И я надеюсь, что мне удастся все-таки взять интервью у людей, которые и за то, чтобы война быстрее кончилась. Ну и, может быть, у тех, кто скажет, что мы за то, чтобы и Россия победила. Здесь альтернативное мнение. Мне хочется высказать альтернативное мнение. Хотя я категорически, конечно, против этой войны. И это альтернативное мнение я хочу показать только потому, чтобы именно показать, кто есть кто здесь у нас, в Ванкувере, в Канаде. Всем спасибо. С вами был Владимир Сенчуков. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...